То, что нас сейчас обвиняет, мы уже 14-й месяц находимся под арестом. Все обвинение строится на решении сельского суда. И в данном случае, когда мы предоставляем не то, что прокурор, который должен был с самого начала, это должно было быть подшито на основании этого, раз у нас обвинение все строится, оно должно было быть в самом начале пришито к делу, и его отсутствие данного решения, мало того, что нет самого решения сельского суда, потом мы давали исковое жалобу, нету этого, нету потом то, что опровержение, не опровержение, а то, что и сельский суд нам отказал в этом иски. Вот этих документов нету, и при этом всем, нас уже 14-й месяц держат здесь, обвинение все на этом строится, и когда мы сами предоставляем вам эти документы, вы их отклоняете. Я это рассматриваю, то, что данный суд, это уже не суд, а судилище идет. Незаконный суд, незаконное обвинение. Еще есть мнение? Уважаемый суд, Гульзипа Джалкерова, поймите, вот, когда арестовывают или задерживают нас, да, нам говорят, на основании решения и сельского суда, это уголовное дело тоже завели, на основании и сельского суда, вот, откройте эти наши материалы дела, там везде отмечается, что на основании решения и сельского суда, а решения как такового нету. За что тогда нас судят? Наши действия, если нет решения и сельского суда, то наши действия абсолютно законные. Так что вот этот вот вопрос непонятный. Предоставьте решение и сельского суда, другой разговор, дальше. А сейчас вот все зациклилось, уперлось именно на решение и сельского суда. Нет решения? Нет и приговоры. Получается так? За что судят, если нет решения суда? Это вопрос очень-очень даже такой значимый. Да нет и суда нет, да? За правду, за правду. Мы требуем, чтобы прокурор в принудительном порядке предоставил эти документы. Да. Поддерживаем. Нет, уже два раза продолжение. Поддерживаемся. На основании сельского суда открыли уголовное дело. Получается, если нет решения и сельского суда, само уголовное дело открыто незаконно. Все следственные мероприятия проведенные тоже незаконны. Аресты. То, что санкционировала прокуратура, тоже все незаконно. Я требую прекратить уголовное преследование и освободить нас. Или предоставить? Я согласна. Потому что, когда я заходила в следствие ДП Алматы к Кожебаеву, к Салаеву, я говорила, вот вы пишете, что на основании сельского, на решении, на основании решения сельского суда. Покажите мне это решение. Они, вот сколько велось, до 8-9 месяцев велось уголовное дело, следственные мероприятия, они мне не смогли за почти за год показать это решение. А потом в конце, когда мы уже подписывали ознакомление, окончание, Салаев сказал, вам покажет судья. Судья, показывайте теперь решение суда. Уважаемый суд, я считаю, даже нет необходимости показывать нам это решение. Раз его нет, значит, все действия прокуратуры и следственных органов незаконны. Я требую прекратить уголовное преследование и всех освободить. Уголовное, уважаемый судья, я Али Беков, в качестве подсудимого вы уже берете нас. Уважаемый судья, вот они, когда дело начинали нам создавать, они по две части уголовной статьи, там они сперва, вот это 405-й, а потом 185-й, они как-то нас пугали. Вот, знаете, следствие пугало нас. Как там Бабайка сидит, вас всех осудит на 2-12 лет и так посадит. И они потом после прокуратуры завершения дела, они отказали и нам, мы заявление написали, что вот эта 182-я статья не причастна к этим. Они нас сделали как международный уголовникам, отнесли. Я не могу понять, вот как они хотели нас напугать или в качестве вот такой, вот это приобщите тоже себе на заметок, как прокуратура и следственные дела велись в отношении нас. Уважаемый судья, мой Магазин Бортиана, согласно 77-й статье Конституции Республики Казахстан, мы обвиняемые, не обязаны защищаться, если наша вина не доказана. Где экстремизм в нашем деле? Ни одного доказательства. Но тем не менее, наши правозащитники сейчас нас содержат в тюрьме. Обвиняют мы вот этот театр, играем и позоримся перед другими странами. Казахи, казахов тут убивают, дежут в тюрьмах. Это что такое беспредел? Уважаемый судья, вы побойтесь Бога немножко, и вам всем тоже суд грозит. У меня все. Уважаемый суд, еще хотел добавить. Согласно 19-й статье Уголовно-процессуального кодекса, нам не предоставлены и не сами материалы, в смысле постановления, ни одного доказательства, и даже ни одного факта не приведено. Я прошу это учесть, что полное беззаконие идет, абсолютно беззаконие. Немедленно прекращать уголовные дела. Все нету основания для того, чтобы нас здесь содержать. Уважаемый суд, уважаемый суд, адвокат Нур-Пейсов, смотрите, здесь участники процесса со стороны защиты, со стороны обвинения, уже, наверное, полчаса объясняют и пытаются реализовать свое право. Если не ошибаюсь, по-моему, в 334-й статье УБК, там как раз говорится, что председательство обеспечивает порядок и требует исполнения поручений. В данной ситуации, в самом начале, уважаемый суд, вы лично дали поручение господину прокурору. Прокурор, я не знаю, какими причинами, он игнорирует, элементарно игнорирует требования суда, и если бы прокурор выполнил бы поручение суда, мы бы сейчас просто-напросто, вот эти полчаса, 40 минут, мы бы не потратили на то, чтобы каждый из нас высказался о той ситуации, которая нарушает наше право, право на защиту. В данной ситуации мы обязаны исследовать все материалы, КУК, где прокуратура говорит, что имеется наличие запрещенных действий. Но в данной ситуации прокурор проигнорировал и не единожды проигнорировал требования суда. Я вот в этой части прошу, что бездействие прокуратуры на сегодняшний день создает умышленное затягивание процесса. В данной ситуации, уважаемый слава, прошу рассмотреть вопрос об ответственности в отношении прокуратуры, так как бездействие прокуратуры у нас сейчас затянуло наше исследование нашего ходатайства, которое вы отклонили более 40 минут. Менеджи. Понятно. Еще вот мнение со стороны защиты. Да, СИ-18, спасибо. Спасибо. Ульзипаджа Укерова. Ульзипаджа Укерова. Уважаемый суд. Вот на данный момент у нас нет этого решения. Меня слышно? Да, да, да. Меня слышно? Меня слышно? Да, слышно. Ну, Кэрова, продолжайте выступать. Как возможно будет выносить решение, давать нам какое-то наказание без основания? Вот этого я никак не пойму. Основания нету. Вообще нету на то, чтобы заводили на нас уголовное дело. Тем более на решение суда. Как можно, вообще возможно, вот это дело исследовать без решения Исильского суда? Это невозможно. Нет основания нас судить. Нет основания, не было основания заводить на нас уголовные дела. Все же довели до суда. Но где основания? Еще раз. Долгобаева, можно, уважаемый суд? Алло, слышно ли меня? Следственный интернет-ракус выступит? Они по очереди будут выступить. Да, конечно, следственный интернет-ракус. Суда толкуется в пользу обвиняемого. Раз у нас сомнения есть по поводу решения Исильского суда, я думаю, что вы должны толковать это в нашу пользу. Это первое. Второе. Вот 78-я статья также Конституции. Также говорится, что суд не вправе применять законные или иные нормативные акты, ущемляя закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. В данном случае прокуратура и следственные органы, ущемляя наши права на свободу, завели вот это данное уколовное дело, основываясь Исильским решением суда, которого они не хотят категорически нам его предоставить. Мы нашли в этом судебном решении то, что нас обвиняют. Мы готовы доказать свою невиновность, но вы нам не даете эту возможность. Поэтому я бы хотел напомнить вам, что 78-я статья, ее никто не отменял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!